Детский сад в жилом комплексе «Горкий парк» рассчитан на 350 мест. Трехэтажное здание площадью около 5000 квадратных метров полностью готово и передано в муниципальную собственность. На сегодняшний день набраны все необходимые специалисты и уже подано порядка 250 заявлений от родителей. В рамках рабочего визита побывали в новом дошкольном учреждении председатель Московской областной думы Игорь Брынсалов, глава Ленинского городского округа Станислав Катров, гражданские активисты Ксения Демченко и Валерий Скляр, а также руководитель проекта компании «Самолет» Софья Самхиева. Хорошее проектное решение, такие нестандартные в детском садике, современные, все необходимое учтено и с точки зрения питания, необходимых кабинетов, всех функций, которые уже в современных зданиях, в том числе и те, кто имеет ограничения по здоровью. Ну, а самое главное, уютно, светло. На трех этажах здания 15 групп, три из них ясельные. В каждой спальне буфетная, раздевалка, санузел и игровая. Впечатляют и просторные, музыкальные и физкультурные залы. Отдельная кухня для приготовления пищи, кабинета специалистов, включая логопеда и детского психолога. Это один из первых детских садов проекта Коробова на 350 мест. На сегодняшний день он укомплектован уже на 250 человек. 250 человек детей уже подали заявление сюда. Ну, конечно, родители подали. И мы ждем их 1 сентября здесь у нас. Конечно, еще будут поступать заявления, я думаю, что от тех домов, которые дальше вводятся. И мы полностью будем комплектовать данный детский сад. Территория вокруг дошкольного учреждения уже благоустроена. В прогулочной зоне уютно разместились индивидуальные площадки с современным игровым оборудованием, безопасным резиновым покрытием и теневыми навесами от солнца и осадков. В ближайшее время здесь будут высажены кустарники и молодые деревья. Рабочая поездка продолжилась посещением Видновского перинатального центра. Во время небольшой экскурсии, которую провела главный врач Тамара Белоусова, Игорь Барнцалов и Станислав Катаров, а также депутаты Совета депутатов Ленинского городского округа Татьяна Ершова и Максима Арапов пообщались с медицинским персоналом и даже с пациентками и их малышами. Город развивается, и численность растет, и перинатальный центр обслуживает еще 7 городов. Это и уникальность коллектива этого учреждения. Говорит о том, что надо уделить внимание и те наработки, которые существуют здесь на месте, дать возможность этому благодаря региональному бюджету реализовать. Ежегодно в Видновском перинатальном центре рождаются более 6 тысяч детей. Сейчас здесь функционируют два корпуса – детский и акушерско-гинекологический. Учреждения здравоохранения – самого высокого третьего уровня оказания медпомощи беременным, роженицам и новорожденным. Здесь работает порядка 600 человек. В центре берутся за самые сложнейшие роды, проводят уникальные операции и выхаживают недоношенных малышей.